Жил-был на свете богатый человек. У этого человека было три молодых дочери. Две из его дочерей были очень высокомерными и нахальными, а третья была очень доброй и трудолюбивой. Звали эту добрую девушку Краса. Однажды этот человек получил известие о том, что его корабли пропали в буре. Он сказал своим дочерям, что из-за этого он уже больше не был богатым. Краса очень расстроилась из-за того, что случилось с ее отцом и утешала его. А другие две сестры негодовали из-за ситуации целый день. Однажды утром их отец получил известие о том, что один из пропавших кораблей прибыл в порт. Дочери мои, если мой корабль цел, я принесу вам подарки на пути домой. Скажите, чего вам принести? Кольцо с бриллиантом и рубином. И золотой браслет. А что насчет тебя, красавица? Привези мне розу, папа. Когда отец прибыл в порт после долгого пути, он увидел свой корабль в плачевном состоянии и очень расстроился. По пути домой он проезжал через темный и холодный лес. В небе блистала молния. Из-за сильного ветра деревья гнулись до самой земли. Мужчина очень замерз и был напуган. Ему нужно было отдохнуть. Как раз тогда он заметил восхитительный замок. Мужчина вошел в замок. Эй! Есть тут кто-нибудь? Внутри никого не было, но несмотря на это, там было тепло и уютно. Кроме того, обеденный стол был уставлен всякими яствами. Когда мужчина увидел еду, он не смог устоять и все съел. Проходя по замку, он увидел пустую спальную комнату. В ней кровать, в которую он лег и глубоко уснул. Когда он проснулся следующим утром, рядом он увидел новую одежду. Этот замок, наверное, принадлежит доброму волшебнику. Как бы отблагодарить его? Когда мужчина уже покидал замок, он заметил розы в саду. Я не мог купить дорогие подарки дочерям, но хотя бы я могу принести эту розу красавице. Он сорвал одну из роз. В этот момент раздался громкий рев. Из-за деревьев появился ужасный монстр. Мужчина очень испугался. Я покормил тебя! Я дал тебе поспать в комфорте! А ты срываешь мои розы! Это твоя благодарность! Простите меня, господин! Я лишь хотел принести розу моей дочери! За то, что ты сделал, тебе ждет наказание! Приведи-ка мне первого, кого ты встретишь на пути домой! Или я поймаю и заточу тебя до конца твоих дней! Грустный мужчина уехал. Не встретив никого на всем пути, отец увидел, что только краса поджидала его. И их глаза встретились. С сожалению, он рассказал ей о том, что с ним приключилось, и о велении чудовища. Услышав это, сестры очень разозлились на красу. Если бы ты не попросила папу привезти розу, этого бы никогда не случилось! Если бы отец увидел первое меня, что было бы тогда? Мне бы пришлось отправиться к чудовищу? О, нет! Мне очень-очень жаль, папа! Я сделаю все, что нужно, чтобы ты не попал в заключение! Вместе с красой мужчина отправился в замок, как и обещал. Они вошли в столовую. Как раз тогда снова раздался рев, и в зал вошло чудовище. Краса очень испугалась, но страшное чудовище разговаривало с ней очень по-доброму. Твой отец скоро покинет этот замок, а ты... Останешься ли ты здесь по собственной воле? Да, я останусь здесь по своей воле. Краса обняла отца и отправила его домой. Потом она прошлась по замку и увидела дверь, украшенную розами. С любопытством она вошла в нее. С одной стороны пианино, с другой – качели, огромная книжная полка с тысячей книг. Комната была просто комнатой ее мечты. На столе она увидела небольшую записку. Моя дорогая королева, я хочу, чтобы ты всегда была счастлива. Твои желания – это приказы для меня. Краса подумала о том, что хотела бы увидеть своего отца еще раз. Затем она спустилась к ужину. Вскоре страшное чудовище спустилось в зал. Моя королева, можно ли присоединиться к вам на обеде? Ты – хозяин этого замка. Почему ты спрашиваешь меня? Нет, нет. Ты – владелец этого места, красавица. Если хочешь, я покину тебя. Уверен, вы все равно считаете меня уродливым. Не так ли? Краса очень удивилась ответу чудовища и не знала, что сказать. Как бы я хотел, чтобы мы поженились и жили счастливо вместе. Нет, я не хочу выходить за тебя. Чудовище вышло из зала. Однако, каждый день он готовил прекрасные обеды для красы и был с ней очень добр. Шли дни, и краса поняла, что она привыкала к чудовищу и хорошо проводила с ним время. Более того, она больше не боялась чудовища. Однажды она сказала чудовищу, что хотела бы съездить к отцу, потому что очень скучала по нему. Конечно, можешь идти, но пообещай мне, что вернешься. Обещаю, я вернусь через три дня. Тогда надень это кольцо себе на палец. Как только ты снимешь его, ты тут же снова окажешься в этом замке. Краса надела кольцо и отправилась навестить своего отца. Отец был очень счастлив увидеть Красу, но ее сестры ей очень завидовали. Какое уродливое у тебя кольцо, и оно совсем тебе не идет. Три дня быстро прошли. Краса осталась на четвертый день, так как ей было очень хорошо с отцом. Однако в ту ночь ей приснился ужасный кошмар. Во сне она видела чудовище, который стоял в саду, грустный и усталый. Она проснулась и поняла, что скучала по нему. Тут же проснувшись и поняв, что она скучала по нему, краса сняла кольцо с пальца. Она оказалась в своей комнате в замке. Она поспешила в сад. Там она действительно нашла чудовище, который лежал изможденной грустью, как она и видела во сне. Она подошла к нему и крепко обняла его. Просыпайся, чудовище, просыпайся. Если с тобой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Чудовище на мгновение открыло глаза. Красавица, я думал, что ты больше не вернешься ко мне. От грусти я заболел и ослабел. Тали от тебя. Я поняла, что скучала по тебе и вернулась по своей воле, потому что я люблю тебя и я хочу жить в этом замке с тобой. В этот миг все вокруг засияло. Она посмотрела вокруг и была изумлена, увидев, что происходило. Когда она вновь взглянула на чудовище, вместо него она увидела прекрасного принца. А? А? Кто вы? И где чудовище? Чудовище это я, красавица. Я был под воздействием злого заклинания. Если бы ты не сказала, что любишь меня, я бы оставался уродливым чудовищем до конца своей жизни. Краса стала еще счастливее, благодаря своей доброте и настоящей любви. С того дня прекрасный принц и краса жили долго и счастливо в прекрасном замке. В далеком-далеком королевстве жили три прекрасных сестры. Их отец король часто устраивал балы, потому что его дочки обожали танцевать. но в то время как каждая из принцесс танцевала очень хорошо, самая младшая не могла танцевать так хорошо, как ее старшие сестры. Ты могла бы быть немножко более грациозной, когда танцуешь, Мия. Младшая из принцесс не могла танцевать грациозно, хотя ей и очень хотелось. даже гости смотрели на ее странные танцы, насмехаясь над ней между собой. Кто это за танец? Почему она так двигается? Я больше никогда не буду танцевать! Мия была так расстроена, что немедленно покинула танцевальный зал и заберлась в хижине в густом лесу. Глядя на звезды в небе, думая о том, как хорошо танцевать, она заметила молодого человека, проходящего мимо дома. Мужчина танцевал так красиво и грациозно в лунном свете, что Мия в восхищении вышла из хижины. В тот момент, когда Мия внезапно закричала из-за того, что белка пробежала между ее ног, что это было? Человек перестал танцевать и их глаза встретились. Вы в порядке, мэм? Да, я в порядке. Я думаю, я просто испугалась белки. Это их природа, мэм. Пожалуйста, не бойтесь. Мия не смогла удержаться и спросила человека, как у него получалось так хорошо. Мужчина показал ботинки, которые были на нем. Я башмачник. Я использую ценные материалы и создаю магические танцевальные туфли. Поэтому я могу свободно танцевать в лесу каждую ночь. О, не могу поверить, мне как раз нужен такой башмачник. Башмачник вынул три пары волшебных туфель из своей сумки и расставил их перед Мией. Закрой глаза, загадай желание и выбери одну из трех пар магических туфелек на удачу. Но помни, у каждой туфельки свои правила. И если ты их не соблюдаешь, туфельки могут сотворить на тебя любую магию, какую только захотят. Мия сразу же крепко зажмурила глаза. А башмачник переставил туфли, предоставляя шансу выбрать волшебные туфли для Мии. Теперь можешь выбрать пару туфелек. О, пожалуйста, пусть я буду самой грациозной девушкой на балу. Мия указала пальцем на ярко-красные туфли и открыла свои глаза. Бери, теперь они твои. Но не забывай, ты можешь носить эти туфельки только когда видишь полную луну. Если сделаешь не так, ты больше никогда не сможешь снять эти туфли. Таково правило. Мия с радостью взяла волшебные туфли и пошла во дворец. Принцессы были очень удивлены, увидев Мию такой воодушевленной и счастливой. Мия, куда ты так быстро идешь? Что это у тебя в руках? А, что? Ничего! Все собрались в зале дворца для еще одного вечера бальных танцев. Принцессы, сестры Мии, стали танцевать так же грациозно, как обычно, в своих самых красивых нарядах. Младшая принцесса Мия надела волшебные туфли, которые ей дал башмачник, и танцевала в зале дворца. Она так красиво и нежно танцевала под ритм песне, что ее сестры принцессы и гости изумились. Ух ты! Отлично! Так изящно! Она так красиво танцует! Потрясающе! Мия танцевала грациозно, но правило башмачника вылетело у нее из головы, потому что в ту ночь луна на небе не была полной, когда Мия танцевала, она стала медленно исчезать. Остались только ее волшебные танцевальные туфли. В тот момент все в зале закричали от страха и стали разбегаться. Мам! Вы это видели? Мия! Нет! О нет! Мия исчезла! Нет-нет-нет-нет-нет! О божечки! Мия открыла свои глаза, когда все закричали, но она не могла понять, что же происходило. Стоя перед самым большим зеркалом в гостиной, она видела только волшебные туфли, в которых она была, а не себя. О! Я стала невидимой! Я не последовала правилу туфель, они прилипли к моим ногам! Мне нужно найти того башмачника! Никто не слышал голос Мии. На самом деле все в панике убегали из дворца из-за красных туфель, ходящих взад-вперед по залу. Мия сразу же выбежала из зала, ее сестры-принцессы побежали за ней. Три принцессы-сестры шли по лесу в темноте ночи. Когда они подошли близко к хижине, они увидели молодого башмачника. Этот человек, как хорошо он танцует. У него такие же туфли, как у Мии. У него полная сумка туфель. Сестры Мии попросили башмачника о помощи. Однако, когда башмачник сказал, что ей придется подождать до следующего полнолуния, чтобы волшебство рассеяло, Мия очень расстроилась и стала безостановочно топать ногами. Есть еще одно решение. Но если мы это сделаем, твои туфельки потеряют всю магию и станут просто обычными туфельками. Если согласна, ударь каблуками друг от друга три раза. Мия подумала, что лучше отказаться от туфель, чем быть невидимой и стукнула нога об ногу три раза. Впереди башмачник, за ним Мия, они пошли к колодцу немного поодаль. Башмачник прыгнул на дно колодца. Увидев это, принцессы были очень удивлены. Немного позже башмачник вылез из колодца с наполненным ведром в руке. Я окроплю твои ступни пылью полной луны и разрушу заклинание. Волшебство в самом деле рассеялось, когда башмачник посыпал волшебные туфли лунной пылью, и Мия появилась вновь. Ее сестры немедленно обняли ее. Мия, тебе не нужно заклятие или волшебство, чтобы грациозно танцевать? Потому что каждый должен танцевать, как им нравится. Да, да, вы правы. Спасибо, башмачник, большое спасибо. С того самого дня маленькая принцесса Мия танцевала по-своему, как ей всегда хотелось. В далекой-далекой стране посреди песков пустыни жил монстр. Питался он только свежей землей и молодыми растениями и семенами. Неподалеку от пустыни было королевство, о котором он еще не знал и земли которого он еще не пробовал. У короля и королевы этого королевства не было детей и они очень печалились об этом. Однажды ночью королеве не спалось. Она ускользнула из дворца и отправилась бродить по пустыне. Хотя монстр и заметил ее, он не приблизился к ней и не причинил ей вреда. Потому что все, что он хотел это съесть свежую землю и растения по всему миру. В тот момент с неба упала звезда, оставляя за собой зеленый шлейф. Увидев падающую звезду, королева тут же загадала желание. Ах, если бы у меня была дочка, я бы могла обнять ее и воспитывать с любовью. В тот момент звездная фея появилась прямо перед королевой. «О, ты, ты, ты фея? Я не могу поверить своим глазам! Да, дорогая королева, я услышала твое желание и явилась тебе. Если ты хочешь иметь ребенка, броди по этой пустыне семь дней и ночей. Волшебство звезд удивит тебя!» Королева бродила по пустыне семь дней и ночей. прислушавшись к словам звездной феи. А король в это время думал, что королева, которая не возвращалась во дворец уже несколько дней, пропала. Он был в отчаянии. В конце седьмого дня, уже совсем отчаявшись, королева услышала плач. Королева направилась в направлении плача. На песке она увидела плачущую малютку. Она сразу же взяла ее на руки и вернулась во дворец. Король был вне себя от счастья, увидев королеву целой и невредимой спустя столько дней. А увидев малютку, которую королева несла на руках, он стал еще счастливее. Они назвали малютку принцесса земли. Прошли годы, принцесса земли выросла и превратилась в очень красивую девушку. Больше всего еще с самого детства она любила играть с песком. Если она рисовала на песке бабочку, бабочка оживала и летала вокруг нее. Или если она рисовала цветок, цветок становился настоящим, с невероятным ароматом. единственный, кто понял, что принцесса земли обладает волшебной силой, был ее отец, король. Но он никому не говорил о ее волшебных силах, чтобы никто ей не мог навредить. Однажды, когда люди сажали новый урожай, нос пустынного монстра почуял резкий запах. Вскоре он понял, что это был запах свежей земли. Когда он подумал о вкусной молодой поросли и семенах, которые он съест, он не мог устоять и стал быстро двигаться по направлению к запаху. В это время люди заметили, что земля стала трястись. А-а-а! Что происходит? Это землетрясение? А-а-а! Это... Это что-то еще! Заметив, что земля трясется, король и королева тоже поспешили на балкон дворца и увидели пустынного монстра, далеко под землей, двигающегося по направлению королевства. О-о-о! Нет! Я думал, он просто миф! Это очень плохо! Миф становится правдой! Король тут же приказал своим солдатам остановить пустынного монстра. Солдаты заняли позицию у врат королевства. Но пустынный монстр был таким большим и страшным, что многие солдаты подумали, что не смогут побороть его. Когда пустынный монстр добрался до королевства, он поймал солдат одного за другим и бросил их в пустыню. Нет! Спасите! Спасите! Нет! Мои солдаты! Наша земля! Увидев это, люди бросили работу на земле и стали убегать, чтобы спасти свои жизни. Монстр продолжил есть всякую молодую поросль, какая попадалась ему на пути. Пока люди в страхе и печали не знали, что им делать, король вышел из дворца во всей своей мощи. Принцесса Земли следовала за ним. Моя принцесса, моя прекрасная дочь, останься во дворце со своей матерью. Я не хочу, чтобы он навредил тебе. Нет, папа, ты знаешь, я могу победить его, я могу спасти наше королевство. Король не хотел, чтобы его единственная дочь, принцесса Земли, оказалась лицом к лицу пустынным монстром. Он оставил ее за собой, вынул меч и побежал навстречу монстру, который поедал плодородную землю. Он пытался остановить его, но не смог. Как раз когда пустынный монстр уже почти схватил короля, собираясь бросить его в пустыню, принцесса Земли нарисовала на земле щит, не в силах больше смотреть на это. По волшебству щит превратился в настоящий. Укрывшись этим щитом, принцесса Земли побежала навстречу монстру. И хотя монстр бросал в принцессу песком, он не смог остановить ее. Принцесса тут же наклонилась и нарисовала на песке большое ведро. Ведро стало настоящим. От ее волшебной силы принцесса подняла это ведро и бросила его в пустынного монстра. Ведро попало на голову монстру и он в нем застрял. Так монстр ничего не видел и больше не мог поедать плодородную почву. В это время принцесса собрала всю свою силу и создала торнадо, чтобы унести монстра прочь от королевства. Этот торнадо был таким большим и сильным, что сразу поглотил монстра и унес его далеко от королевства. Люди, которые наблюдали за тем, что происходило, были изумлены и счастливы. Принцесса Земли очень устала от того, что ей пришлось колдовать. Ее отец король сразу подбежал к ней и обнял ее. Ты спасла наши жизни, нашу землю, наше королевство. Как рад, что все так началось. Славься, земная принцесса! С того дня принцесса Земли защищала все земли королевства своей храбростью навсегда. Потому что без Земли не было бы жизни. И принцесса Земли очень хорошо это знала. сам земля до ни Субтитры создавал DimaTorzok